здравствуйте друзья мы рассматриваем ситуацию такую значит женщина молодая замужем ребенок маленький муж не прошел в лотерею по рабочей визе h1b то есть у него оффер был и на него оформлять документы но не прошел это как бы понятно там вероятность не такая большая там где-то 4 к 1 поэтому они планируют так сделать они переезжают сейчас в беларусь в минск по моему и там есть отделение американские компании вот может быть тоже самое видимо которая хотела его взять и он его по визе l1 перевезут соединенные штаты и это очень удачная виза потому что по этой визе и жена сразу может работать это очень здорово вот я вот столкнулся с тем что люди там пропагандируя тот или иной способ там попадания в сша и последующие миграции они используют такие термины самый простой способ там еще что-то уже проще чем l1 даже придут и представить себе невозможно это даже проще чем например green card лотерея потому что по green card лотерея у тебя нет зарплаты с первого дня у тебя нет профессии которая тебя кормит у тебя там но я не мама масса проблете надо доехать приехать тебе нужны деньги на то чтобы подняться и так далее а тут пожалуйста приехал вот тебе там и работай на здоровье вот это не студенческая где сразу оба могут работать пойти вот смысле в l1 вот и и так далее и платить не надо же за уроки правда то есть я даже представить себе не могу визы более благоприятный чем l1 при том что конечно нужно обладать некоторыми качествами которые позволят тебе пойти этим путем и и мы качество эти виде посмотри как люди у них есть эти качества молодцы теперь что у них под за проблем проблема в том что у женщины есть родители женщина молодая видимо родители тоже достаточно молодые энергии много у всех в общем они в конфликте родители как бы говорят что они попали под влияние секты я хочу с гордостью сказать что меня называют паханом этой секты или как это вот правильное слово вот да я себя прям чувствую таким и сусиком найти вот там секту создал осмотри во что выросло вот но не суть короче значит я там во главе этой секты и они в общем ребенка куда-то везут которого у них отнимут отдадут в американскую семью плюс а у них еще как бы знаете тоже интересно с одной стороны вроде родители принципиально против переезда с другой стороны родители еще им дают жару по части того как именно они хотят переезжать допустим не хотят брать с собой холодильник а или там хотят оставить телевизор или там старые вещи какие-нибудь вот там и так далее поэтому значит такая ну такая семейная драма и девушка по молодости пытается совершать нелогичный поступок она пытается родителей убедить то есть она им говорит вот смотрите вот я там за несколько месяцев выучила английский там до чего-то там upper intermediate я за там еще девять месяцев закончила какие-то курсы по программированию я могу начать работать прям с первого дня и так далее и общем ну короче пытаются логически воздействовать значит а тут против мир так устроен что логики не на всех действует я бы сказал что гораздо больше народу поддаются внутреннему какому-то чувству нежели какой-то там логике понимаете непонятный вот так что девушка спрашивает ну а как быть то с родителями ссориться с ними не хочется отношения рвать с ними не хочется и вот ну а как как быть когда вот так такое неприятие и тогда значит я вам скажу что мы то в советское время когда выезжали это было для родителей еще страшней вот представляете у меня папа у него военная пенсия его военная пенсия была больше чем моя инженерная зарплата причем так существенно больше при том что там еще налогов не бралось до пенсии то есть вот у него пенсия была по 240 рублей а я моя первая зарплата инженерная была 110 минус налоги вот так что старшим научным сотрудником я зарабатывал но уже через некоторое время старшим научным сотрудником я зарабатывал 185 рублей батья у него пенсия минус налоги у него пенсия была 240 то есть и он как бы переживал не только за нас которые пропадут там в мире чистогана а он еще переживал за себя за свою пенсию которую сейчас возьмут и отнимут его сами хорошо понимаем что то что у него не отняли эту пенсию это просто жест добрые воли могли в любую секунду отнять вот и сейчас могут господи что же там не отнять то если отнять же это же совсем гораздо более правильное действие чем дать что-нибудь такое иди получи что так вот значит да мало того у меня брат работал в ящике почтовом в смысле в закрытой организации они занимались разработкой там всяких материалов для ну скажем так использовавшихся в космических технологиях и он-то сам математик но он занимался моделированием химико-технологии математическим моделированием химико-технологических процессов в которых эти материалы создавались и у него уже в тот момент когда мы у них уезжали у него уже были оппоненты назначены на докторскую понимать вот он уже собирался быть доктором там наук технических и так далее и это тоже могло ему боком выйти и так да в общем другое дело что страна рушилась прямо в этот момент то есть уезжаем и там лет на пять или на десять раньше последствия были бы гораздо более катастрофические для родственников ну в общем что тут сказать люди переживали я возвращаюсь памяти к тем годам почему потому что тогда очень ярко быстро за несколько месяцев мы наблюдали как люди проходят вот эту эволюцию мозгами от полного неприятия там скажем иммиграции до состояния когда не могу оставаться ни одного лишнего дня вот понимаете мы видели таких людей почему это происходило мы ходили на проводы все время там но если не каждую неделю тоже пару раз в месяц точно кто-то из знакомых уезжал и ну вот мы куда-то ходили а соответственно значит там как-то одни люди уезжают там знакомишься с другими на этих же проводах потом смотришь те уезжают вообще это был очень интересный процесс телефонная книжка за год опустела просто невероятно в то время были такие бумажные телефонные книжки вот и в них там пишешь фамилия там имя и телефон и вот они лежали там возле телефона эти книжки не было электронного и вот значит если человек уехал и что-то случилось вот вычеркиваешь 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 и смотришь что вот эта телефонная книжка которая годами можно сказать аккумулировалось ну естественно там когда покупаешь новую книжку переписываешь и старый новую но вот годами связи создавались так десятилетиями можно сказать и вдруг там 70 процентов не осталось за ну буквально там за год вот это был 89 90 просто вот слов нет как описать опустошение происходило но мы еще в такой среде конечно вращались где так так получилось нас советская власть загнала в эти обстоятельства я учился в институте связи а там по а там одни евреи давайте я работу на работу не берут значит я цкб министерство связи а в цкб министерство связи одни евреи но вот даже другое место не берут и вот как-то нас занесло в этот поток и вот был исход настоящий эксодос понимаете на глазах так вот старшее поколение и не только старше были и многие молодые не то что консервативные такие патриотичные знаете я я сам когда-то был очень патриотичным я и сейчас не не враженная я просто больше понимаю так вот короче они они очень болезненно это все воспринимали а потом проходит какое-то время и ты встречаешь его же там вот у него брат уезжает от его встречаешь на проводах брата и он ведь я никогда не при каких обстоятельствах до сюда ну нельзя же брата не прийти проводить а потом еще проходит несколько месяцев встречаешь его же в другом месте там еще общий знакомый и он и выясняется что он уже в подаче тогда быстро все было и значит он уже в подаче и значит он там собирает такие документы сякие документы он ни одного лишнего дня уже оставаться здесь не может вот так его это все знаете вот у меня с тех пор надо сказать сохранилась вот это вот ощущение которое я может быть и неправильно но 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 эта часть меня то есть когда говорят вы знаете вот мне нужно тут там закончить какие-то дела я должен там еще полгода там доработать на том проекте потом это сюда потом вот я уже поеду или вот они уже green card то есть он въехал в сша там что-то получил свой этот рентри пермит и поехал доделывать остальные дела этим и мне вот по воспитанию тех лет это как-то так жутко и дико я думаю господи как ты можешь туда господи уже вот же вижу ну что что то есть не укладывается ну не суть времена меняются люди тоже проблемы острота проблемы тогда но к родителям девушки я возвращаюсь вы все-таки поймите тоже что родители любят своих детей они за них переживают они им желают всего всего самого хорошего в той мере в какой они понимают это хорошее кроме того я уже как бы с позиции там дедушек и бабушек рассуждаю есть какая-то бесконечно великая ценность вот внук во внуках понимаете внуки дети выросли и безусловно там и любовь и морковь и все такое в отношении детей но внуки это какая-то особая совершенно степень взаимоотношений самоценности и так далее и вот вы берете там внучку и куда-то увозите и для них это как вот как навсегда как на луну как на марс понимаете на другую планету они еще они еще не понимают они не живут еще в том мире где сел на самолет там и завтра ты я не знаю в нью-йорке или там сан-франциско они они еще не привыкли к этому им надо однажды съездить им надо однажды посмотреть понимаете это все динамичный такой процесс то что они занимаются как бы вопросами холодильника и телевизора и как же это можно ехать вот этого нельзя это говорит о том что они вас бесконечно любят так дочку и и внуки там внук-внучка девочка значит и и они они уже смирились они уже смирились они начинают думать о том как это сделать лучше понимаете они они уже с вами на самом деле то есть вот эти разборки они как бы больше внешне и чем внутренне поэтому вы скажите себе еще вот что вы скажите себе что родителей других не будет вот есть вот эти и других не будет и и к сожалению наступает момент в жизни когда уже и этих тоже не будет понимаете я я как бы уже за за той чертой и я вам могу сказать что мои отношения с родителями не были бесконфликтными при том что мало кто на этом свете может вот сказать что вот он испытал вот такую вот такую любовь такую заботу и так далее я просто я просто купался в этой любви в этой заботе с детства и не понимая этого и и молодым не понимая тогда я сейчас только понимаю но но сейчас у меня нет возможности им спасибо сказать в эти вот поэтому родители надо беречь и и тем более что они вас очень любят и это видно на самом деле даже вот сразу видно родители надо беречь скажите им что-то что как бы сказать их их немножко успокоить дайте им возможность адаптироваться вот это ключ к вашему решению вот этой конфликтной казалось бы ситуации дайте им время адаптироваться не не ломайте через через колено пойти вот так ручка от от веника ручка от веника не ломается это очень очень такой сложный для наизлом предмет но если по соломинке то по соломинке это и ребенка сломает поэтому дайте дайте время значит скажите им что вы же не эмигрируете там насовсем вы едете поработать ну почему нет ли в командировку едут в наше время загранкомандировка это все завидовали вот вы как едем загранкомандировку значит понравится значит будем думать не понравится может и и не будем думать этого брат обратно всегда можно вернуться вот там телевизор холодильник дело наживное опыт работы за рубежом или или даже вот в беларуси когда они находятся и работают в филиале американской компании это тоже опыт который делает их более серьезными профессионалами и так далее то есть ну и люди ездят командировки у них же остается российский паспорт правда то есть то есть абсолютно все права у них есть родители могут их навещать они могут навещать родителей они могут вместе то не знаю отпуск проводить но они могут скайпе каждый день видеть там разговаривать с ребенком вот у меня саша которая внучка родилась уже тут в америке и она каждый день у нее значит там 20 минут на с бабушкой которые в минске после бабушка нас навещает тоже но она по полгода здесь живет но каждый день этого бабушка по-английски не говорит так значит вот мы они разговаривают у нее даже есть такие белорусские знаете она подхватывает обороты там пойдем посядем вот но бабушка очень очень грамотно очень хорошо говорит они очень 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 развитая речь очень культурная вот поэтому и всем хорошо то есть как вы не вы не забираете у них абсолютно там эту функцию быть бабушкой и дедушкой которая для них исключительно важно это смысл жизни пойти вот это через поколение вот вот они становятся смыслом жизни и главным фокусом и тем где бабушки и дедушки они реализуются их жизнь наполняется смыслом этим когда вы подросли так вот знаете когда они маленькие детки то вот они вообще вот вы знаете что такое маленькая деточка плачет значит сисю просит под себя делает вот а потом вырастает и на тебя делает но ничего страшного ничего страшного это как бы функция такая у деток вот и вы скажите что или что у вас вся надежда на них что они будут скайпе с девочкой разговаривать пока живьем нет вы можете ее к ним отправлять на лето допустим там я не знаю когда постарше будет можете отправлять на лето на каникулы очень-очень многие люди так делают чтобы язык у детей сохранить и вот эта связь там поколений и так далее тут нас мотоциклист подъехал справа у меня забибикало сейчас вы его увидите он сейчас вперед поедет когда будет зеленый свет в общем примите это как примите это как проявление бесконечной любви и заботы по отношению к вам и по отношению к внучке и к тем детям которые еще вас будут дай бог я думаю что бабушка с дедушкой очень очень хотели бы чтобы были еще детки вот поэтому примите как вот такое может быть не самое симпатичное проявление любви но это но ничего страшного я вас уверяю бывает настолько хуже вы себе даже представить не можете у меня был приятель в институте связи он он был безумно талантливый человек совершенно гениальный после двух курсов в институте связи он перевелся на физфак мгу физический факультет мгу там получалась такая история когда ты поступаешь то они как бы выкорчевывали евреев на входе а когда ты переводишься из другого вуза там другой был механизм и и этого не было и он с потерей года перевелся туда потом работал впущено занимался биофизика каким-то такими вещами в исследовательском центре академии наук и там какой-то конфликт возник с начальником там еще чего-то и а он там влюбился женился русская женщина тоже с ним училась на физфаке тоже работала с ней впущено они ушли оттуда они подали на выезд в израиль я не знаю видимо не было протестным поначалу то есть израиль так израиль вряд ли он имел какую-то связь там в этом плане с израилем но потом он потихоньку втянулся он стал диссидентом он ходил на сборище его арестовывали там еще какие-то вещи были он в кочегарке 10 лет проработал и все это происходило от того что его мать а он у него был единственный сын и мать была одиночка он она ему не давала разрешение на выезд то есть разрешение требовалось не форме я разрешаю сына уехать в израиль а в форме я не имею материальных претензий к моему сыну который хочет уехать в израиль и соответственно не сможет меня больше содержать в случае чего так вот она ему это письмо не давала сознательно с тем чтобы он не уехал не увез туда ребенка не 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 поломал собственную жизнь потому что для нее значит оказаться в израиле было поломать жизнь и вот они уехали лет через десять и он сейчас там живет иногда вот наезжает в америку в командировке и он он физик инженер в общем он как бы так вернулся после десятилетней вот этого десятилетней работы в кочегарке вернулся в профессию все дела но я просто расскажу что бывает какая бывает родительская любовь она ли от мама его любила бесконечно и и она вот так понимала свою функцию родительскую поэтому ребята я хочу сказать что у вас все путем значит маму записываем в секту так не сразу не сразу и значит пусть тоже следит за вами приедете в америку я интервью с вами снимем там на канале покажем вас там другим ребятам и в общем все не так плохо я бы сказал что она может быть не очень приятно но но в конечном счете все совсем не так плохо счастливо